Здравствуйте! В эфире Вести Кабардино-Балкария, в студии Зульфира Геляхова и в начале, коротко о главном. Восстановили справедливость. Раньше здесь ворота были, охрана стояла. Теперь проезд свободный. Парковка у городского рынка прохладного бесплатная. Новые технологии возделывания и гибридные сорта. Оправдают ли надежды арендаторов на хороший урожай? Возрождение спортивного коневодства. Мы основной упор хотим сделать на породу габардинских лошадей. В Баксане началось строительство нового ипподрома. О проблемах дополнительного образования и повышении квалификации в сфере культуры и искусства говорили сегодня в парламенте республики. Расширенное заседание провел профильный комитет. Как отметил министр культуры Мухаддин Кумахов, в настоящий момент в КБР действуют несколько отраслевых госпрограмм. Все они направлены на развитие дополнительного образования, создание условий для эстетического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. На особом счету подготовка кадров. В 2014 году методическим центром по художественному образованию совместно с Северо-Кавказским государственным институтом искусств организовывали управление курсом положения квалификации и профессиональной переподготовки работников образовательных организаций в сфере культуры и искусства, в том числе 35 руководителей школ искусств прошли переподготовку в области государственного и муниципального управления и менеджмента. 220 преподавателей прошли повышение квалификации. Сейчас функционирует 30 детских школ искусств, однако этого недостаточно, подчеркнул Кумахов. Возможность обучаться имеет чуть больше половины от общей численности подростков. Кроме того, в части населенных пунктов вообще нет учреждений доп. образования. На заседании комитета прозвучал ряд предложений, в том числе о необходимости создания в республике центра для одаренных детей, открытии детской филармонии, привлечения специалистов в области культуры и искусства из ведущих столичных школ. Сегодня в республике, как и по всей стране, выпускники школ сдавали устную часть единого госэкзамена по иностранным языкам. В нынешнем году ее впервые включили в итоговое испытание по этому предмету. Экзамен разделен на два дня. Сегодня почти 250 школьников в республике сдавали английский язык. Все они прибыли в НАЧИК. В городе работали 4 пункта проведения ЕГЭ. Максимальное количество баллов, которые можно набрать в устной части – 20. Мне было нетрудно сдавать экзамен. Не знаю, на сколько баллов сдал. Не могу быть уверен. Баллов 10. Мне было сложнее письменно сдавать. Второе, четвертое задание, на мой взгляд, более тяжелое. Ну так, как готовился, так и сдал. Завтра устный экзамен по немецкому, французскому и испанскому сдадут более 150 выпускников. Напомню, что письменная часть ЕГЭ по иностранному прошла 11 июня. Там максимальный балл – 80. Результаты сегодняшних испытаний объявят через 10 дней. Незаконно проданный участок в Прохладном вернули горожанам. Местный районный суд удовлетворил иск прокуратуры города о признании недействительной сделки по приватизации части улицы Гагарина. На территории, отданной в руки частников, еще в 2009 году организовали платную парковку. Сюжет об этом был в нашей программе в декабре прошлого года. Вести Кабардино-Балкария следили за развитием событий. Подробности у Адама Абазова. Шлагбаум, что простоял здесь более пяти лет, срезом. Въезд свободен. До этого дня Прохладянам за право парковки в этом месте приходилось платить по 25 рублей. Законность организации такого бизнеса в прошлом году проверила прокуратура города. В ходе расследования выяснило, что, согласно генплану, участок является общегородским имуществом, а потому продаже не подлежит. Данная улица была реализована вместе с землей рынку. Согласно закону, это является нарушением закона, в связи с чем был направлен иск в суд об признании сделки недействительной. В начале июня Прохладненский районный суд постановил вернуть городу этот отрезок дороги. Руководство рынка не стало оспаривать решение и добровольно исполнило все требования. Мы приняли все меры, срезали ворота с одной и с другой стороны и теперь проезд свободен. А фактически еще пока передача не произошла, но уже готовятся документы все для фактической передачи. Пока не будет фактически передано, конечно, порядок будем осуществлять. Как выяснилось, многие прохладяне даже и не подозревали о незаконности установки шлагбаума. Пока большинство из них продолжает объезжать рынок и парковаться по периметру. Остальные решения суда воспринялись с восторгом. Очень удобно, проехать можно. Раньше здесь ворота были, охрана стояла. Сейчас спокойно проезжаешь, не надо платить, удобно. Бесплатно можно подехать к рынку теперь. После оформления всех документов и официальной передачи отрезка улицы мэрии города, здесь планируют установить дорожные знаки и нанести разметку. Возможно, что после согласования с госавтоинспекцией будет введено одностороннее движение, чтобы избежать пробок и заторов. Адам Абазов, Магомед Гадиев, Вести Кабардино-Балкария. Девять человек задержаны за невыполнение требований сотрудников полиции. Инцидент произошел накануне в Нальчике на проспекте Ленина. В социальных сетях мгновенно появились фото и видеоролики с места событий. На кадрах видно, что молодые люди о чем-то громко спорят с полицейскими. Как пояснили в пресс-службе Республиканского МВД, все началось с того, что автоинспекторы попытались остановить автомобиль Реншровер с тонировкой и без номеров. Однако требования патрульных 18-летний водитель из Баксана проигнорировал. При подходе к внедорожнику инспектора ДПС водитель иномарк открылся с места остановки в направлении улицы Кишокова. Сотрудники ДПС по радиостанции передали информацию о неподчинении указанной автомашины и начали ее преследование. Принятыми оперативными мерами транспортное средство было блокировано на остановочной площадке. В ходе дальнейших разбирательств, законных требований дорожных полицейских предоставить документы, собралось большое количество агрессивно настроенных молодых людей, требовавшие отпустить нарушителя. Молодые люди отбили нарушителя у полицейских. На место происшествия пришлось вызвать наряды патрульно-постовой службы, вневедомственные охраны и ОМОНа. Они и навели общественный порядок. В результате зачинщик и 8 других участников конфликта были доставлены в дежурную часть. Это жители Нальчика, Боксана и Чигема. Если верить комментариям в соцсетях, группа молодых людей собиралась украсть невесту. Новые технологии возделывания культур, использование высокоурожайных гибридных сортов и соблюдение агротехнических сроков. Земледельцы республики нацелены на получение хорошего урожая. Сейчас основное внимание злаковым. Насколько неустойчивая погода вносит свои коррективы в планы тружеников села? Из Терского района сюжет нашего спецкора Сафара Гиреева. Вечер 5-го числа, в хвалистый ветер, с храдом прошел и вот повреждение на яблонях. Последствия природной стихии, которая в начале июня захватила и Терский район, видны до сих пор, рассказывает житель Терского Женгири Ханиев. Но с радостью замечает, сад уже почти выправился. Деревьям пятый год пошел, они крепкие. У братьев Ханиевых в аренде 60 гектаров. И таких хозяйств, где есть сады и участки под овощи, здесь больше сотни. В основном занимаются выращиванием кукурузы, подсолнечник, пшеница и очмень. Ну, овес немножко сеют. Село занимается растеневодством и животноводством. Другой работы у нас сейчас нет. Те, кто работают на этом, они выживают. Терекска – одно из окраинных сел республики, расположенная на границе с Северной Осетией – Аланьей. Здесьшние жители давно известны успехами в земледелии. Еще в советское время их знаменитый земляк Хамид Ададов был удостоен звания Героя соцтруда именно за выращивание кукурузы. И сегодня молодые стараются не отставать. Немного пшеницы есть, в основном кукуруза. Сейчас вот окучивание делаем, к поливу готовимся. С поливом чуть-то проблемы есть по отношению к каналам. Каналы засоренные, надо чистить. Приходится своими силами делать. В современной аграрии Терекского осваивают новые технологии, стараются семена подобрать высокоурожайные, сроки соблюсти. Главное, чтобы результат был. Часть затрат на полевые работы государство возвращает субсидиями. Арендаторы получили деньги на семена и удобрения. Только вот с реализацией трудностей. Кукурузу, выращенную в 40-градусную жару, приходится сдавать соседним осетинским предприятиям. Возить далеко, себе дороже. Однако интерес к работе в родном селе есть. Как сообщили в местной администрации, на сегодня поданы заявления с просьбой выделить в аренду более тысячи гектаров. Сафар Гиреев, Марат Татруков, Вести, Кабардино-Балкария. Сегодня исполнился ровно год со дня гибели наших коллег, журналистов телеканала «Россия» Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Напомню, 17 июня 2014-го они попали под обстрел украинских силовиков. Во время съемок видеоматериала рядом с ними разорвался снаряд. Корнелюк скончался в больнице, а Волошин некоторое время считался пропавшим без вести. Спустя несколько дней подтвердилась информация о его смерти. Сегодня на здании ВГТРК в Москве появилась мемориальная доска. Репортеры пополнили печальный список погибших журналистов, в который входит и ведущий программы «Вести» Кабардино-Балкария Казбек Геккиев. Он был убит 5 декабря 2012-го. В Прельбрусе перезахоронят останки 32 красноармейцев. Это герои, погибшие в годы Великой Отечественной при обороне на подступах к высочайшей вершине Европы. Как сообщили в пресс-службе администрации Эльбрусского района, церемония пройдет 22 июня, в День памяти и скорби. Солдаты будут преданы земле с воинскими почестями. Затем состоится митинг. Напомню, останки обнаружили на ледниках поисковики отряда «Мемориал Эльбрус». В траурных мероприятиях в Терсколе планируется участие представителей Министерства обороны России, правительства нашей республики, жителей Эльбрусского района. Местные власти Баксана выделили участок под строительство нового конно-спортивного комплекса, проинформировали в администрации городского округа. От площадки, где сейчас располагается подобие ипподрома, пришлось отказаться из-за близости сетей высокого напряжения. Эта дорога идет в село Горогачи и в Прохладный. Вот этот участок, здесь ферма шивотно-уческая, а вот этот участок мы хотим определить под ипподром 24 гектара. Имеющаяся инфраструктура и площадь территории позволят в перспективе расширить границы и возможности конно-спортивного комплекса. Объект долгосрочный, на его строительство потребуется несколько лет, пояснили в мэрии. Работа по реализации проекта уже началась. Мы основной упор хотим сделать на породу габардинских лошадей, поскольку они более доступны, они более адаптированы к нашим условиям. Однозначно сейчас нужно поддержать и направление как ипотерапия, поскольку очень важно сегодня, медицина считает, для лечения детей ДСП. И, естественно, мы хотим выбрать породу лошадей для того, чтобы подходила для ипотерапии. Это вятская порода, у нас пока не разводят этой породы. Строительство комплекса в Баксане начато в рамках республиканской программы возрождения спортивного коневодства. Напомню, развитие этой отрасли в Кабардино-Балкарии обозначено в числе приоритетных задач. Республиканские власти намерены вернуть былой престиж ведущего региона в коневодстве. Двукратный чемпион Европы, борец из Кабардино-Балкарии Анюар Гедуев вышел в финал первых европейских игр, которые проходят сейчас в Баку. Об этом сегодня сообщает Федерация спортивной борьбы России. В полуфинале нашему земляку удалось сломить сопротивление грузинского соперника Джумбера Квилашвили. Схватка закончилась с разгромным счетом 5-0. Также убедительно Гедуев провел и все предыдущие поединки, не отдав противникам ни одного очка. В трех выходах на ковер он набрал 20 баллов. Сегодня вечером борцу предстоит финал, в котором он встретится с Анером Демирташем из Турции. На этом наш выпуск завершен. Сейчас прогноз погоды. На завтра его представит Зухраб Шихачева. Далее смотрите продолжение федеральных вестей. Ну а мы увидимся в 19.35. Не переключайтесь. Здравствуйте. Метеовесия от ФОБОС. В четверг антициклон усилит влияние. Местами вновь пройдут кратковременные грозовые дожди. В Зольском плюс 27. Северо-восточный ветер принесет небольшие осадки. У подножия Эльбруса днем около 13 тепла. Ночью ясно. Столбики термометров упадут до плюс 2. В течение суток возможны грозы. В Тернауде выше 20 градусов. И здесь осадки. На большей части Баксаны, Чигема и Норткалы температура может подняться до плюс 30. Во второй половине дня соберется дождик. Столь же активно, по прогнозам синоптиков, будет прогреваться воздух в Прохладненском, Майском, Терском и Лескенском районах 29.31. И это на фоне колебания давления и кратковременных дождей. В небе над Кашхатау прогремят грозы плюс 27. В столице Кабардино-Балкарии завтра до 28 тепла, с утра солнечно, а вот после полудня пройдут небольшие дожди. Это был прогноз от центра ФОБОС. Всего доброго.